Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы будем делать технический ролик. Как вы знаете, у нас проблема с ручкой газа. И сейчас у нас главная задача сделать так, чтобы лодка могла перемещаться, чтобы мы могли перемещаться. Хотя, в принципе, смысла этого особого, конечно, в данных реалиях не имеет, потому что все закрыто, никуда ходить нормально не получается. Мы ждем открытия. Но, тем не менее, лодка должна работать, лодка должна быть починена. А так как у нас в Панаме с этим сложности, мы будем разбираться, как это делать самостоятельно. Ну что, готовы? Поехали! Хочу вам рассказать, что в этом выпуске будет очень много всякой бюрократии, бумажных и переписок по e-mail. То есть, если вам интересен, как идет процесс с ремонтом нашего селл-драйва, то этот выпуск будет об этом. Но он будет даже не столько технический, сколько я буду рассказывать о всех процедурах и последовательностях, которые у нас проходят, будут проходить с ремонтом нашей лодки. Ну что, вы готовы? Давайте продолжаем. Я вам хочу напомнить, что у нас когда-то был ролик, в котором я пытался уже починить эту ручку. Вернее, она у нас поломалась. И сегодня мы будем делать так, чтобы это все восстановило свою работоспособность. Во всяком случае, мы попытаемся. Но давайте я вам расскажу, что же мы будем делать. Итак, номер один. Мы сейчас будем писать письма во всякие разные инстанции. А если серьезно, мы будем писать с вами в ZF, в Benito и везде, где только возможно. Ну, начнем с Benito, потому что, в принципе, так как лодка Benito, они должны нам дать какую-то возможность, чтобы мы такие отсюда вышли. Но основная сложность в том, что в Панаме абсолютно нет никакого сервиса. И тот, кто есть, починить нам ничего не может. Поэтому будем связываться с Benito. И пускай они что-то придумают, потому что, ну, реально, как это решать, я не знаю. Пишем сейчас мы письмо в главный офис Benito. То есть, то место, где, собственно, и находится вся суть происходящего с этими лодками. Я надеюсь, они дадут контакт того, кто может решить мою проблему. Итак, у меня есть контакт ZF. Но контакт ZF, который американский. И я надеюсь, что они мне подскажут, что делать в этой ситуации. Ну что, мы начинаем списываться с их офисом. Сейчас будет большая переписка по e-mail. И мы будем заниматься тем, что получать, пытаться найти контакт. То есть у нас сейчас основная задача, это вот, собственно, менеджмент всех этих процессов. И нужно придумать, найти правильного человека, который сможет нам подсказать, что делать. Итак, после двух недель переписок мне дали Димитриуса, который находится в главном офисе ZF, расположенный в Майами. У меня есть его WhatsApp, мы с ним будем связываться. И он обещал уже в переписке, которая у нас была, что он сделает траблшутинг. То есть мы с ним созвонимся в WhatsApp, и я буду делать то, что он говорит. Он посмотрит, что же, собственно, у нас на лодке происходит. Итак, идем звонить Димитриусу и узнавать, что же мы можем с этой ситуацией поделать. Итак, у нас было 4 часа общения с Димитриусом на телефоне. Мы сделали полную диагностику того, что можно было продиагностировать онлайн. Ну, я имею в виду вот в телефонном режиме. Итак, сейчас у нас задача. Он сказал, что ему нужно диагностическое оборудование. Но в Панаме этого диагностического оборудования нет. Его можно купить в ZF, стоит 2800 долларов. Но есть Ростислав, который знает и понимает в этом. Я ему сейчас напишу и посмотрим, что же, может быть, он подскажет. Потому что это оборудование, это стандартное... Ну, это нестандартное, это похоже на автомобильное оборудование, которое читает CANBASS. Но там другой софт и другое программное обеспечение полностью. Может быть, получится использовать это. Мы сейчас с Ростиславом этот момент выясним. И потом вернемся обратно к Димитриусу. Итак, действительно, есть возможность читать CANBASS. Это устройство стоит 300 евро. Сейчас я отправлю все спецификации Димитриусу. Посмотрим, что он скажет и, возможно ли, будет этим пользоваться. У меня есть хорошая новость. Димитриус отправил все данные спецификации на e-mail в завод ZF. И пришла информация, что да, действительно, этот диагностический компьютер, этот донгл можно использовать для наших целей. Софт они весь дадут. Мы сможем использовать софт ZF для того, чтобы прочитать коды ошибок. Единственное, что нужно купить. И здесь есть один очень важный момент. Так как это оборудование профессиональное, то как частное лицо его купить невозможно. То есть нужно, чтобы была компания, которая зарегистрирована в Германии, для того, чтобы на нее это оборудование пришло. Причем они еще должны иметь там определенные лицензии, которые позволяют работать с этим оборудованием. Ну что, начинаем это все. Итак, с момента покупки прошло две недели. Эй, у нас идет эпопея. Бойня с этой компанией. Прямо там угрожаемым судебными исками и прочим. Короче, нашли компанию. Они их туда отправить не могут. Короче, полный-полный бред. Они просто заебали уже. Это просто какой-то кошмар. В общем, после этой всей ругани и всего этого, такие они нам выслали это оборудование как специалисту компании, которая зарегистрирована в Германии. Короче, пришлось с этим что-то делать. Пришлось найти компанию, которая немецкая. И, в общем, это все оборудование пришло к ним. Сейчас оно у Ростика. Он делает упаковку этого всего в большую коробку и отправляет ее ко мне в Панаму. А я сейчас связываюсь с Димитриусом и прошу его предоставить мне софт, который будет работать с этим донглом. Прошло полтора месяца я получил коробку с этим донглом. Так, ну вот этот донгл, собственно, который приехал диагностический. Здесь всего два, две лампочки. Первая это канбас, вторая USB. То есть, с одной стороны она показывает, что работает питание, с другой стороны работает канбас. Все просто. Единственное, что Ростик сделал, купил сборной разъем. Мы попросили у ZF pinout, нам прислали pinout, и мы сделали разъем RS-232, такой как в старых мониторах, на вот такой вот 4-пиновый разъем. И, собственно, вот это же наш диагностический разъем, который идет в МУ. Вот это вот все мы будем подключать и смотреть, что же он нам показывает за ошибки, ну и вообще, что он нам показывает. Итак, вот такая вот у нас коробочка. Мы готовы для того, чтобы проводить диагностику. Дмитриус дал мне софт, которым это все делает, и оказалось, что софта под Mac нет. Но есть особенность, что я на PC не работал никогда в жизни, я его даже не открывал. Я работал всегда на Macintosh, потому что я работал графическим дизайнером, я из вот этой арт-области, и все время я на Mac. И уже когда я не занимался дизайном и этим всем, я все равно продолжал работать на Mac. Я знаю только Mac, и сейчас я буду пытаться поставить Windows на это все. Жесть какая. Ну что, вот наша эмуляция уже работает. Запускаем Windows 10, потому что софт работает исключительно под Windows 10. Прошло три дня моих мучений и издевательств над моим компьютером. И вот у меня запускается, собственно, весь софт. Мы подключаем сейчас наш донгл. Оп, он появился у нас с левой стороны. То есть, значит, мы можем его видеть компьютером и мы можем тестировать все наши системы. Вот тут серийник. Мы выбираем устройство, которое мы будем тестировать. Запускаем старт. Естественно, оно сработать не должно, но мы подключаем систему и будем тестить. Windows в эмуляции у меня стоит. Донгл подключен. Его компьютер видит. Дальше мы будем связываться с Димитриусом и делать траблшутинг, запускать это все и читать ошибки на нашем канбасе. В общем, задача непростая, но есть специалист, который в этом шарит. И сейчас мы будем делать вот этими руками, но головой вот того человека, который находится в Соединенных Штатах Америки. Но есть плюс. Я становлюсь специалистом по ZF, системам, установленным на лодку. Ну что, начинаем делать то, что мы никак начать не можем. Вот сейчас тот момент, когда мы сможем понять, что же у нас на лодке поломалось. Я с Димитриусом. Окей. Окей, я имею в виду несколько шаритов. Я хочу понять, что у нас на лодке поломалось между 8 и 14. Да, я правильно? Да, у нас на лодке. Да, да. Окей, резистанция между... Окей, я понимаю. Это X10. Да? Окей. Это 60 Ом. Да, правильно. Окей, я связываю с канвасом. Да. Нет, я не могу подключить. Нет, бас не может начать. Да, я могу видеть компьютер itself. Это Бош. Да, и у нас есть сериал номер. Да, правильно. Но бас не работает. Окей. Резистанция между другими пинами. Окей. Да, это закончилось. 120 Ом. Да, правильно. Теперь мы проверим все соцсетки. И что еще? Для начала и для начала читать канвас. Окей. Нет, это не работает. Окей, я вам звоню немного позже, окей? Окей, я проверю все и звоню вас. Окей, увидимся. Бай-бай. Короче, я постоянно на связи нахожусь с Димитриусом. И мы уже провели полный трэблшутинг всей системы. Короче, где-то какая-то попа. Причем, скорее всего, это либо джойстик, либо TCU. Потому что мы разобрали все. Мы перепроверили все системы. К сожалению, ничего хорошего у нас не получилось. Но есть и немножечко другой путь, как с этим бороться. Мы договорились с Димитриусом, что я сейчас разберу всю систему. Всю вообще. Ну, отправлю это все в штаты ZF. Они это все соберут на своем диагностическом стенде. И мы посмотрим, что же у нас рабочее, что же у нас таки сдохло. Я считаю, что это самый правильный путь. И если невозможно сделать трэблшутинг, невозможно это устранить здесь по месту, надо делать именно так. Димитриусом, что же у нас таки сдохло. Димитриусом, что же у нас таки сдохло. Димитриусом, что же у нас таки сдохло. вот это наша кистью то есть transmission control unit это у нас вот видите bosch естественно здесь из этой серийники это хотя бы выглядит ну хоть как-то там более-менее прилично конечно вы мы просто кусок пластикового а тут прямо такая серьезная штука наверно стоит тонну короче вы страшного вот смотрите потом вот это наш сил драйв вот это лежит мотор который сил драйв вращает то есть там получается шестеренка с пазами и вот короче вот вся вот эта вот штука обычный мотор вот сейчас я его отключу от проводов здесь конечно пришлось немножко поковыряться проблема в том что в этой лодке очень мало места то есть вообще не доступа ничего пока к этому всему подлезет можно сдохнуть сейчас я вот здесь вот провода отрублю короче вот я снял эту всю электронику с этого поворотного механизма здесь просто идет насколько я понимаю питание которое на мотор подает вольтаж и он уже как якорная лебедка крутится либо в одну сторону либо в другую так вот у нас эта коробка здесь у нас лежит вся электроника харнес эти силу вы ну еще надо сюда положить ручку ну вот все в принципе это уже практически готова такая коробка поедет штаты у нас есть определенные новости которые я не могу сказать что очень хорошие скажем я бы сказал так они очень плохие но зато нам это однозначно сделала выбор то что мы будем делать я когда-то давно думал о том что если у меня будут проблемы с вот с электроникой и дальше то может быть поменять cell drive на механические с этим мотором идут sd60 cell drive и и сидел и думал делать это или не делать мороки много лодку надо вынимать для этого и ну вы поняли то есть для замены селдрайва это большой проект который я не был готов но у нас есть плохая новость это электрическая коррозия на селдрайве и ну как бы мальчик то на самом деле взрослый я знаю что ноды надо проверять то есть я раз в месяц нырял проверял чистил ну да и смотрел как она все работает то есть ноды были в нормальном состоянии и вот прошел еще месяц я ныряю начинаю счищать и у меня отваливается нижняя часть селдрайва ну там маленький кусочек то есть но его было достаточно чтобы масло начала оттуда выходить но на самом деле это дало мне однозначный ответ что делать дальше то есть я буду сейчас вынимать лодку заказывать новый селдрайв и мы будем менять поворотную колонку и ставить обычный механический селдрайв потому что если дальше он будет ломаться то в тихом океане конечно же я этого делать не буду и возможности нету поэтому вот такая вот новость и я думаю что этот выпуск мы заканчиваем а дальше будем выниматься и все что мы будем делать на драйдоке я вам буду рассказывать и буду показывать поэтому друзья подписываемся на канал ставим лайки и собственно вы знаете что делать дальше будет техничка дальше будет в любом случае интересно все до скорой встречи пока